Всем привет, друзья! С вами снова я, Жека. И сегодня мы с вами продолжаем играть в игру City Skylines. Она у меня немножко тут решила без микрофона побыть, но заодно вы сразу увидите, как она пригрузилась в шейси. Это хорошо, я считаю. Это будет здорово. И в этой серии нам нужно открывать метро. Говорил я о том, что у нас 41-я серия. У нас будут проблемы с транспортом, если мы не начнем открывать метрополитен. Вот так вот сделаем, хотя бы уже будет здорово. Ну, тут слишком близко вышло. Но вот эти дела здесь ничего не выйдет. Каким образом там убираем? Ты, урод! Решил вывести, что ли? Я не понял, почему ты решил вывести вот этот вот участок? На землю. В смысле, блядь? А, он слишком высоко, это ли? Часть метро, она слишком высоко находится. Ладно, сейчас сделаем пейдж-даун сразу же. Ну и ладно. Ну и пожалуйста, как говорится. Ах, вот оно в чем дело. Значит, я эту стану... Так, давайте я остановлю, вот оно. Да, хочу! Так, нам надо немножко ее, значит, длину сделать побольше. Ты будешь работать? Оп. Немножко она поглубже должна быть. Вот так вот. Вот так вот сделаем, ну-ка. О, все в порядке. Давайте уж немножко свистим наш туннель. А теперь все. Все нормально, все хорошо. Все нормально, все хорошо. Давайте я еще вот так вот сделаю уже. Оп. Все. Скажется, будет там о высокой плотности. Ну вот, немножко метрополитен появился, уже появляется. Нужно и появляться. Ладно, подальше его выведем просто за город и все. Потом уже будем с ним что-либо делать. Тут нету пробок, чего там красным сигнализировали. Мне же там проблемы с транспортом. Зачем это они-то делали, не понимаю. И самое главное, знаете, почему вот у нас вот реально... Вот наш город вот Рига, да, я живу в Риге. И наш город вот, говорят, здесь не нужен метро. Оно здесь не имеет никакой необходимости. Знаете, что я вам скажу? Я живу в центре. Если я попадаю в час пик на тройке, я застреваю там уж как минимум на полчаса. Сами понимаете, что за эти полчаса, за этот час, вот если я вот выбираюсь сейчас вот, буду выходить в технарь в 9.55, меня есть... Я добираюсь до этого дальнего здания за час на общественном транспорте. Если бы в ту сторону было прямое метро, я бы добирался, наверное, за минут 30. И, кстати говоря, если бы... Если бы у нас были бы более умные люди и не орали бы то, что городу не нужен метро, то у нас бы реально постепенно начала бы пропадать проблема с машинами, потому что транспорта у нас бы было реально намного меньше на улицах, потому что все бы выбирали метро. В основном из-за того, что оно... Ну, куда быстрее, чем... Чем это самое... Вот так сделаем. Чем машина была бы, потому что метро, это все-таки было бы спасением тогда. Вот так вот сделаем. Скажешь, здесь будет пешеходная дорожка небольшая. Ну, тут, по-моему, может быть приступить вот это все. То есть пустые трамвайные остановки, это как-то не очень хорошо. Да, я бы я уж не жаловался, потому что, на самом деле, вот реально, вот было бы у нас метро, во-первых, это личные рабочие места, раз. Во-вторых, это... Транспорт был бы намного удобнее, и ты бы реально не стоял в пробках. И пробки, возможно, бы постепенно начинали бы убираться из города. Той-то... Склон? Бляха-муха. Тут все в порядке, только дороги здесь нету, да? Ну да, вот парковка. Все равно нам нужен метрополит. Это метродепо будет где-то в каком-то месте. Потому что, для этого давайте вот таким вот образом его разместим, вот эту вот станцию. Склон слишком крутой. Пошли, твой склон слишком крутой, понятно? Может, повыше? Нет, она будет выглядывать. Будет торчать. Вот давайте вот где-то тут. Нет, она будет торчать. Вот так вот сделаем тогда. Метродепо. Его нельзя как-то развернуть. Может, по идее. Но склон жалуется, будет жаловаться на склон. Не будет жаловаться на склон. Вот тут не будет жаловаться на склон. Поэтому давайте его там и разместим. Так. Ну что, такая вот дорога. Думаю, уже будет вполне достаточно такой дороги. Городу нужно метро. С транспортными проблемами городу нужно метро. Очень сильно нашему. Риге реально нужно метро. И спорить с этим глупо. Потому что, живя в центре, вы поймете, как городу необходимо метро. Потому что город иногда стоит в таких пробках конкретных, что вы просто не представляете. У нас такая бездарная транспортная система. Что вы опять просто не представляете, насколько она бездарно сделана. Третий троллейбус. Народу в нем, как всегда, дохренище. Знаете, что мне сказал Ригасаток? Иди ты нахуй со своей гармошкой. Там хватает этих 12-метровых троллейбусов. Ну. Ну, формально они сказали вот так. Но, конечно же, не обращаюсь вежливо. Но, в любом случае, формально они сказали именно так. Идешь ты нафиг со своей гармошкой. Она там абсолютно не бесполезна. Считаете, что она бесполезна? Я вам готов доказать миллион способов, что она там необходима. Потому что... Извините меня. Если у вас не хватает гармошек, так нехренеть закупать было так мало гармошек. Это ваши проблемы. Отчасти дело. Что она здесь делает, я не понимаю. Вот. Это ваши проблемы, не мои. То, что вам не хватает гармошек. Перекиньте с 15 маршрута гармошки. Хотя они там тоже нужны. Но все же, перекиньте их куда-нибудь. Предположим, вот реально на тройку. Казалось бы, чего уж проще. Сколько ему надо-то? Вот, все нормально хватает. Так что не говорите мне, что на тройке не нужна гармошка. Она там необходима. Особенно в часы пик. Там народу столько, что вы просто реально охренеете. Ну, пятнашки тоже гармошки необходимы. Но их там слишком много бывает. Можно оттуда было убрать парочку гармошек. И все. И было бы достаточно для тройки. Тройки там много гармошек. Не надо. Буквально одну-две. Вообще ни одной гармошки нет. Это просто бред. Они реально меня вежливо послали насчет гармошки. Газали. Не надо там никакой гармошки. Мы сами знаем, что нам нужно. Ага. Знаете вы. Вы не живете в этом районе. Вы не двигаетесь на общественном транспорте. Вы придвигаетесь на машинах собственных. Не врите мне, что там не нужна гармошка. Я живу в этом районе 19 лет. Поверьте, мне там необходима гармошка. Просто. Гармошка это необходимость для данного района. Вот так вот у нас выглядит метро. Выезд из метро-допо. И он будет у нас наземным. Так, видите, как он выглядит. Кстати, я скачал еще метропоезд Ёж. Ух ты ж, бляха, муха. У нас же нет гриматориев. Ай, черт побери, у нас кладбище забилось. Ладно, хорошо, что есть еще одно где-то. Где оно есть-то? Где же еще одно-то кладбище, а? Оно где-то было. Ну, это первое кладбище. Вот, второе. Но явно, что мест достаточно. Не будем перетасовывать из одного места другое. Не будем делать шил на мыло, менять. Потому что, ну, это не дело. Тысяча даун. Так. Так. Вот так вот. Тридцать девять тысяч. Ого. Нехилая такая стоимость. Метрополитена. Но он, я думаю, спасет нашу транспортную систему. Выведет ее, вытащит ее из проблемы. Потому что у нас пробки есть большие. У нас люди не добираются чаще всего до работы, наверное, уже. Начинает жалость. Скорее всего на эту забастовку, наверное, из-за этого начнут. Поэтому нам нужен метрополитен, я считаю. Давайте я уже забью здесь этот район окончательно. Под завязку, чтобы он уже не бастовал. Тут ни одно место не пустовало. И все тогда. И так вот еще забьем. И все. И готово. Пускай, что быстренько застраиваются. Давайте я еще здесь сделаю бизнес-здания всякие разные. Например, вот тут вот можно заткнуть квадратик бизнес-здания. Тут можно сделать, тут можно сделать. Нога у меня чешется. Тут можно сделать. Даже вот тут вот можно сделать. Ну и вот тут можно сделать, я считаю. Ну и еще, наверное, вот здесь вот. Оп. Готово. Все. Пускай у нас тут будут бизнес-здания. Что это такое? Угу. Холодный куб. Фабрика. Угу. 15-18 слов. Вот здесь вот осталось. Оп. Готово. Тут метрополитен есть. Теперь его нужно довезти до сюда. До города. Поэтому давайте как-то думать. Достаточно денег. Место уже занято. Каким образом у нас здесь занято, не понимаю. Ты что здесь хочешь? Подождите-ка. Блять. Ах, вот оно в чем проблема. Ну понятно. Так, давайте-ка я сделаю вот так. Нельзя здесь это делать. Да ты, блять! Мне надо... Мммм. Сука. Вот так сделаем. Нам надо немножко поглубже сделать. Вот так вот, думаю, на бы самое оно. Не будет торчать? Ну-ка. Не торчит? Да, отлично. Все. Теперь запускаем, потому что у нас тут торчала станция, и мы не могли из этого сделать адекватный выезд из нее. Вот так вот, все. Ну давайте вот так теперь еще. Сделаем адекватный из нее выезд. Ага. 20 тысяч. Вот так вот сделаем выезд, потом там соединяем, и все. Сейчас будем делать метрополитен. Ежи есть. Метровагон типа Ёж у нас у меня есть уже. Метровагон типа Е. Ну и метровагон самый распространенный на данный момент в московском метрополитене. Метрополитене 81-717-714, по-моему, как-то так, или 715. Раньше вы поняли, о каком я. Сейчас увидим сами, как я правильно сказал или нет. Нам надо вывезти здесь метрополитен отсюда. 36 тысяч. 36 тысяч. Думаю, появление метро разгрузит на дороге. Так, давайте-ка я еще кое-что сделаю. Давайте я сделаю тут жилые здания. Смотрите, какое-то место хорошее для этого даже есть. Ну, еще тут очень будет хорошее место для жилых зданий. Пускай же тут застраивают. Пускай же тут заселяются. Около берега это хорошо. Селиться, по-моему. Тут надо будет еще больницу, пожарную поставить в обязательном порядке. Ну и, конечно, полицию тоже. Супермаркет у нас хорошо работает. Неплохо. Даже, наверное, прибыль дает какую-то. Что у нас тут происходит? О, тут нужно людей. Вот, поэтому потребность в жилых зонах появилась. Потому что производство нужны люди. В срочном порядке причем. А что ты хотел? Чтоб здесь было дорого... А, слишком мало служб. Слишком мало служб. Ну, будут-будут здесь службы. Будет здесь транспорт, не беспокойтесь. В скором времени он здесь появится. Вот такой вот транспорт. У нас будет отойти. Только дайте мне накопить денег. Поэтому не уезжайте. Мы скоро сделаем здесь метрополитен. Вот. Соединение осталось. Нам нужно... Вот так вот. Оно же, видите, нет. Кривовато будет. Давайте еще вот так немножко. 8-100. Чуть и все. Ну, и теперь мы можем соединить. Ну, и теперь мы можем так соединить. 47 тысяч нам надо. Поэтому давайте накопим. Быстренько. Тут уже машину устроили целую пробку. Нам надо будет в следующей серии или в этой успеть купить территорию новую. Потому что нам уже не хватает вот этой вот дороги, главной, ведущей в город. У нас тут же пробки образуются. Очень довольно нехилые такие пробки. У нас уже 2029 год. Будущее. Ну, где... Ну, казалось бы, где электромобили? Будущее же будет. Я думаю, будут и... Я уверен, что будут электромобили. Должны быть, во всяком случае. Кстати говоря, насчет вот этого вот всего, да? Насчет транспортной проблемы, насчет этой вот свечнякины. По поводу... Там... Как это называется-то правильно? Ну, топливо вот этого всего. Вот эти вот топливные проблемы. Говорили, вот несколько лет назад, говорили, что у нас в 2017 году, вот казалось бы, не будет топлива. Вранье! Вранье. Самое настоящее вранье. У нас до сих пор есть топливо. Почему его в изобилии начало быть? Его начало быть в изобилии. Так. Начинаем защитить. Метрополитен. Так. Теперь сюда. Вот сюда. Сюда. Вот сюда. Нет, эти не вытерпели наши... самые заводские. Но теперь они решили поднимать свой уровень. Видели, что у нас есть метрополитен. И давайте смотреть. Так, стоп. Так. Вот наш 81-717-714. Вот обычный метропоезд. Это у нас что? Е-тайп. Это у нас тип Е. Метрополитен тип Е. Это еще будет 81-717-714. Метрополитен поехал. Метропоезда едут. Не додумался я, конечно, сфоткать. Стой. Вот так он будет достаточно прикольно выглядеть. Так вот. Оп. Есть фотография. Отлично. Все. Порядок. Давайте тогда сносить отсюда. Убирайте отсюда вон. Убирайте отсюда. Вон. Сам убрался. И ты убирайся тоже вон. Отлично. Метрополитен есть. Все. Думаю, в данном районе теперь будет побольше жителей. Больше рабочих. Больше всего. Все. Не выпустят, что ли, больше? Э, ладно. Шесть транспорта используется. Дебил. Опять каларда, да? Надо вырубить этот мод. Это меня раздражает уже. Ну, а вот метрополитен есть. Угу. Что ж, давайте я еще здесь открою жилые зоны. Нам желательно дойти до крематория. Это нам будет нужно 17 тысяч населения. Почти, кстати говоря. Еще 4 тысячи и все. И тогда крематорий можно построить будет. Но нам его нужно будет много. Очень много. Блин. Нет, он не выдергивается сейчас. Что ж-то хорошо, что он не выдергивается. Заполняют по себе на район данный. Не нужен нам. Что-то метрополитен идет напрямик вот в этот район. Что у нас тут происходит. Хм. Приятно тут жить, естественно, было бы. Ну, мне лично было бы приятно здесь жить. Я бы здесь каждый день на велосипеде ездил по парку. Если бы вот такое лето, то каждый день было бы. Все равно жителей не хватает, а? Это вот плохо, конечно. Больше жителей, больше проблем. Если честно. Особенно с местами захоронения. Сейчас у нас их мало. Давайте, я посмотрю, сколько. Ну, есть еще немного. Закройся же. Сволочь. Трава и в трамвае. Зашибись. Физику настройте в данной игре, пожалуйста. Угу, понятно. Нам надо новую территорию вот эту вот покупать. Сколько она стоит? Сколько нам на эту территорию обойдется? 8-100. Ура, мы купили новую территорию. Все. А теперь у нас квадрат вышел опять. Мне тогда еще шеточку подкопить денег. Хотя давайте уже сейчас начнем перестройку данного шоссе. Теперь вы понимаете, почему я сделал в данном месте? Трава я ее затащил под этот самый. Под землю сделал. Думаю, да. Теперь вы понимаете, почему я это сделал. Так, так, так. Вот так вот все. Пейджап. Вот так вот. Теперь нам нужно слисти большее часть этой дороги. Ладно. Ну, это же тебе не нравится что-то там. Я вот так вот сделаю. Во, все. Все. Угу. Этот надо сейчас отнести. Потому что он будет тогда очень сильно истебаться, а нам это не надо. Так, так, так будет сильно истебаться. Ну, я думаю, страшно из этого не произойдет. Он будет сильнее сгибаться. Давайте еще вот так вот сделаем. Вот так вот. Теперь, значит, делаем вот так. И у нас есть второй выезд на шоссе. Во, все. Все. Готово. Все, поезжайте по этой дороге. Вот так вот будет у нас теперь. Ферма будет в более доступном месте. Во, какой у нас большой город. Где у нас руда? Угу. Значит, надо вот эту территорию покупать. Ну, ладно. Ну, ладно. Значит, будем покупать вот эту территорию и все тогда. Потому что мы больше ничего не будем покупать. После этого. Там еще не нужно новое метро? Нет, шесть. Как было, так и осталось. Что у нас по транспорту, кстати говоря? Вот очень интересный вопрос. Что у нас там по транспорту? Как он используется? Ну, метрополитен. Семьдесят пассажиров. Знаете, довольно много. И восемь основных. Шесть транспорта. Семьдесят один пассажир. Шесть транспорта. Да, неплохо. Трамваи. Техники тут много. Ну, вот автобусы самые большие. Такие маршруты пока что в данный момент. Ну, это все из-за того, что у нас тут кладбище заполнено. Надо крематорию ставить уже. Надо население побольше. Еще четыре тысячи. И все, тогда сможем крематорию поставить. Так, поэтому давайте я займусь. У нас денег полно. Надо тут заняться обеспечением безопасности данного района. Вот так. И еще вот так пока что. Во, все. Давайте-то я заполняю сразу тут все зданиями. Остатки все. Так, вот еще. Заполняю, все. Готово на этом будет. Всю территорию заткнул зданиями. Жилыми. Пускай вот тут заселяются. Ну, и тут тоже, кстати говоря, надо бы заселились. Чтобы тут тоже заселились. Потому что, ну, тут простое, как бы, место. Вообще, на парке тоже. Какой-то, вот. Площадка для волейбола. Давайте я ее здесь поставлю. Что-то никакого развлечения им нету. Вот. Пускай будет хотя бы площадка для волейбола. Для пляжного волейбола. Никогда не понимал этого. Ну, ладно. Пускай играют. Слушай, мне так хочется. Что около дома шумно, но не страшно. Думаю, приживут. Все равно же хотят все время развлечения. Сойти себе устраивать. Но найдите нам развлечения. Всякое такое. Сами себе устроите у себя дома. Если вы поняли, о чем я, конечно же. Надеюсь, вы поняли это. О чем я сейчас имею в виду. Ну, если вы не поняли, то, ну, и ладно. Вам еще повезло тогда. Причем очень сильно повезло. Поверьте мне. Очень сильно повезло вам еще. Потому что, если вы не понимаете, о чем я сейчас рассказал. Найдите себе развлечения дома. Кроме компьютера. И телевизора. Да, вам еще повезло, если вы этого не понимаете. Это вам реально еще очень сильно повезло. Потому что вы еще до этого не доросли. Поверьте мне, когда вы до этого доросете, вы будете тяжелее, что вы до этого доросли. В лабораторию потом мы поставим. Где-нибудь. Ага. Нет, мне нравится вот этот вот щебень. Как он выглядит, очень интересно выходит. Шпалы такие идут. Здорово. Здоровский мод. Оберхаул метро. Вот если вам хочется наземные метро делать, то скачать этот мод, он вам поможет. Я думаю, нам нужно будет еще вот в этот вот, по этой стороне метрополитен сделать. Вот в эту сторону, да? В обязательном порядке, потому что он должен вытащить наш город. Считаю. Из пробок немножко вытащить. Во, все. Теперь заполняем пустые места маленькими домиками. Вот так вот делаем. Так, теперь еще. Это можно большим домом заполнить. Это тоже можно большим домом заполнить. На, это пускай будет маленький домик. Все. Сделали. Район у нас со всеми полностью, как бы это выразится, со всеми полностью обеспечениями. А вот в этом месте нам нужно постоять будет, где это шняка? Вот она. Тут никакого вот такого лишнего воздействия нет на природу. Пускай у нас уже будет вот эта вот штука. Метеорологический центр. Пускай, что отсюда нам обещают погоду. Что-то мы не написали. Теперь переработка отходов. Думаю, новый радар для прогнозирования погоды. Это отличное вложение. Больше не будет непредвиденных гроз, торнадо и засух. Погодный радар. Ну, насчет непредвиденных гроз мы можем устроить вам что угодно. Например, вырубить его. И будет вам очень-очень-очень здорово. Неужели вам мусора не хватает? Эй, здесь же полиция под боком. Вы что, совсем охренели? Казалось бы, полиция раз, два и дошел. Он воровать там что-то собрался. Ничего себе охреневший. Вот вор. Бесстрашный такой, однако же. 60 мегаватт. 50-60 мегаватт вырабатывает. Нехило. А это сколько у нас вырабатывает? 70-70. Вот только представьте себе. Ну, а таким образом мы можем об электроэнергии не особо-то беспокоиться. Музыка такая. Датчик землетрясения. Вообще, нам нужно будет ставить их в городах, в городе. Потому что тут вот где-то может быть поставить. Так. Высокий уровень землетрясения в этом районе. Давайте я еще его где-то здесь приткну. Бамц. Ну, вот. Внорожение землетрясения. Высокий уровень. Хорошо. Ну, это здорово. Две штуки приткнули. Пускай стоят. Маленькие, незаметные. Особо не поймешь, что это такое, если не будешь думать. Если не поймешь, если не будешь думать, что это такое. Пускай у нас их будет два. Тоже не особо поймешь, что это такое. Ну, если вы знаете, то поймете. Датчик землетрясения пускай тут стоит. Сомневаюсь, что у нас будут землетрясения. Надеюсь, что нет. Не хотелось бы, если честно. У меня чуть-чуть осталось население. Блин, вот что за пакость? Сам себе сократил время. Во. Пускай здесь будет отдышать. Хорош. Школа у нас тут есть, да? У нас тут есть, то есть все. Охвачено более-менее, да? Давайте в факультет поставлю. Я посмотрю, как он выглядит. Давайте вот здесь его поставлю. И около него нужна будет парковка в обязательном порядке. Вот это вот. Вот она, парковочка наша. Но тут он же может быть затыкать домами все. Пускай тут будет факультет какой-то, на котором будет кто-то учиться на фермера, на железодорожника, на кого-нибудь еще, там, на начальника. И т.д. и т.п. Пускай поступают. Пускай обучаются наши жители. Маленькое такое красивенькое здание, которое никому не мешает. факультет называется. Опять мусора не хватает. Ну да, наверное, мусоровозы стоят в пробках в основном. Но благодаря этому у нас вырабатывается большое количество электроэнергии, так что это мне выгодно. Уже нету мусора. Только что был, и уже нету. Нормально? Нет. Ну, значит, нормально. И наш район заткнули зданиями уже. Застроили быстренько. Метрополитен наш действует. Все хорошо, все в порядке, все идеально. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть этих штук. Шесть выездов, может быть, максимум. Но в итоге дело, максимум их одели четыре. Знаете, почему вот что плохо? То, что с этой стороны нельзя выехать. В метропоезду. Плохо, то, что у нас начинают забрасывать здание из-за того, что у нас забито кладбище. А, типа его еще поставить тогда. Давайте его здесь поставлю. Господи. Раз уж вам так не нравится этот факт, что у нас тут трупы лежат. Так хотелось крематорию поставить. Ладно. Не хочу, чтобы у меня были заброшенные здания. Давайте я здесь поставлю кладбище. Пускай едут. Пускай заполняют, а то пускай будет пока что заполнено. Мы его потом постепенно разгрузим. О, пробка перенеслась отсюда. Вот сюда. Да, чего я добивался. Здорово. Мой план сработал. Идеально. Давайте я еще немножко, так скажем так. До 35 минут домотаю. Быть как раз, думаю. Ну, забросил, убирайся отсюда, убирайся отсюда. Где еще заброшенные здания? Убирайся вон. Убирайся вон. Убирайся вон. Убирайся вон. Где еще заброшенные здания? Вот заброшенные здания. Вот заброшенные здания. Вот заброшенные здания. Вот заброшенные здания. Вот заброшенное здание Нет, ну скинул бы труп В море, в реку Никто бы не знал об этом Казалось бы, ну ладно Черт с тобой, черт с вами Все Начали постепенно уже разрушаться эти трупы Потому что у нас появилось кладбище в этом районе Да, ну вот эти дела Я вам скажу, если нужен будет район Специальный крематорий Вот в этом вот каком-то районе Вот в каком-то районе Вот тут открытый район, где будут крематории Креохранилища и прочее, прочее, прочее И кладбище в том числе Ну что ж, на этом я буду заканчивать Всем большое спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки Рассказывайте всем своим друзьям Подругам, девушкам Ну и что ж, еще Проходите по ссылкам в описании Вы меня всегда можете найти В любом социальном Источники почти что-либо у меня нет Только в Твиттере Надо еще эту штуку поставить на все эти случаи Раз уж мы начали замещать вот эту штуковину Пускай на все аварийные спасательные службы То вот эту вот поставим в обязательном порядке Думало ли у нас какой-то потоп будет Если мало ли что Теперь что нам здесь было Бороться с затоплением домов стало проще Поразитство Как хорошо, что в городе теперь есть Служба откачки воды Это здорово Что они сами этому рады Только после этого увеличится количество Смывных вод Ну вот А, ему не хватает электроэнергии Что? А, ну да Понял Ему не хватает электроэнергии В плане того, что я тут слишком мало В этом районе Ладно Оставим две парковки Какая нам разница там в итоге дела Пускай, что будет притык пока же электроэнергии Говорит, потом все будем это обеспечивать Ого Парковочка полная Ну вот У нас уже 35 минут Это уже действительно все Мы построили довольно много У нас уже большой довольно город становится Все больше и больше разрастается У нас уже метро-болитен появился Метро-топонный свой там помощник очень сильно Парковка здесь, конечно, вряд ли будет действовать Потому что у нас здесь есть две парковки Да и район данный вообще не будет так использоваться Для этой всей штуки Высокая радиомачь, что-то Может быть, давайте радар еще поставим здесь Чтобы я уже не то самое Вот так вот сделаю еще Ты ничего не написал мне? Ну нет Ну и ладно Пускай следит за Этими самыми Метеоритами Что у нас тут теперь осталось Ну Вот это вот нам нужно будет поставить буй Давайте это и сделаем Заодно Где-то вот Не знаю пока что где его ставить нужно будет Ладно Потом поставим Потом со временем поставим Что на самой выработке электроэнергии Последнее проверяем Такие последние все данные Сверяемся Увеличилось? Нет Наоборот даже меньше стало Это плохо Вот тут вот 80 мегаватт вырабатывает Что ж, это хорошо Это хорошо Дорога почти даже не используется особо Тут бревно меня напрягает Дорога успелилась Видео это брать Вот отсюда Ну вот все Так, готово? Готово Что ж Я уже все рассказал Всем огромнейшей удачи И всем пока-пока